Добрый день, друзья! Меня зовут Вячеслав Заруцкий. Учеком из России, чтобы рассказать правду о том крае. Друзья, я хочу поговорить о том, как Путин подруживал до Крыма, Мария, Симферополя и так далее. И просто спустим, что там было. Начинаем! У меня второй этаж, у них первый этаж. Нравится? Здравия, привет! По року войны Путин постановил удавать, что он, подобный как Зеленский, может подружовать на раздарте войну территория. На почеток выбрал еще на Крым. Было то день по выданию Прешкасский сонд наказу его арестования. Путин приехал на Крым в ручнице аннексии по выспе Торосии. Путин, вместе с губернатором Севастополя Михаилом Рождеевым, отвезил школу артистическую и среди для детей. Поэтому постановил запрещать, что кратят дети. Люди всегда извиняются нашим ученикам и президентам, если сделают что-то доброе для детей. Но проблема в том, что через целую подружку поближе Путина не было ни одного ребенка. Он только приехал, достал несколько деревянных предметов и отъехал. И это все. И, конечно, это все было в товаре личных охранителей. Продолжение следует... Наступный Путин удастся до Мариупола. То первая подружка Путина до Донбасса. Президент приехал до Мариуполя хеликоптером. Наступный объехал несколько улиц города, делая пристанки. Были боевые действия, но полоса более-менее сохранилась. План поставили, в конце третьего года будем реконструировать. Уже планируем, что будет полноценным аэропортом, подмежно с возможностью летать во все города России и за убежу. Когда? Мы поставили его на 25-й год. Потому что сейчас ближайший аэропорт у нас в Ростове, в Таганроге, 150 километров. Пока используем как военный, значит, для военных целей, так как гражданских готовы будем запустить. Проект с медной документацией и обследования делаем. В дельнице Невске Путин разговаривал с мешканцами места. Путин звездил ровнежь выбрежи Мариупола в поближу клуба яхтовего, будинок театру и памятное место места. Подчас визиты вице-премьер Марат Хуснулин зложил президентове спроводзание с постепу прац будовленных и реконструкцийных в месте и его околицах. В szczególности, будовы новых дельниц мешканьовых, объектов социальных и едукационных, инфраструктуры мешканьовой и объектов медичных. Подчас разговаривал с президентом Хуснулин зауважил, что люди начали активно возвращать до Мариупола. Наступно Путин прибыл до театру. Показано ему, как все выглядит, но самое забавное было обсервование, как Путин тушливый хова каназельку кулыотпорную под курткой. И с привычайением не может себе порадить с ее начиском на рамяна и все равно пытается ее допасовать. Путин пришел в следующий до новых домов, которые были построены в Мариуполе. Люди уж в них мешкают, але Путин надал им не уфа и надал не сдаймуя своей каназельке кулыотпорной. Попросили региону. Очень активно вошла Московская область, очень активно Санкт-Петербург, ЛСМР, этот же микрорайон называется Невский, Липецкая область. Там там замку бюджетного? Да, отлично очень работают. Мы сегодня у них, кстати, в офисе проводили штабы, они сделали все свои здесь офисы, помещения, живут. Здесь уже люди, уже многие хотят здесь остаться. Уже многие смотрят себе здесь квартиры и хотят остаться. Климат хороший, вот это там, где мы сейчас с вами находимся. Вот новая страна. Это вот фактически, да? Да, где мы находимся, вот она. Значит, следующий. Это вот вечер. Вот и вокал, да, это вот прямо сейчас. Теперь вот это вот, посмотрите, двойничек. Это вот эти все дома, которые я сказал, которые у нас строятся. Сейчас снова. Вообще полмиллиона квадратных метров и 6 240 квартир до октября. Получается, да, начало топительного сезона. Очень чутко видно, что они делали. Там, где мы наступали, с нашей стороны, ударов снарядами, снарядами этими, не было вообще. С ихней стороны прямой наводкой били танками. Прямой наводкой, вот прямо видно, как отступали, прямо били по домам. Били, просто разрушали. Били, да? Да, вот я вам как строитель говорю, я каждый дом это видел. Били прямой наводкой по домам. Специально, ни войны, ничего не надо было бить. Они просто разрушали, сходили, разрушая все вокруг. Больница, да, Владимир Ильич? Это был первый обег, который я посетил в апреле. Значит, были беженцы. Знаете, что они наделали? Они даже трупы минировали, чтобы их не убирали. Значит, вот здесь вот, да, жили беженцы. В одной комнате, я своими глазами видел. Значит, в одной комнате операции, в другой больные, в третьей, значит, люди, которые здесь живут. А даже все медицинские приборы и оборудование, все было за неделю. Вот такой рано нацик. Нормальные люди-то не делали. В больницу, представляете? В больницу это не наделали. Путин постановил wtedy поразмовлять с мешканцами новых домов. Очевидно, фальшивые люди достали поддание каварантане, прошедшие два тыгодня за ним споткалище с Путином. На фильме видать, что так, как бы споткание было спонтаничное. А лицо так продексцитовало обслугу Янцега, что нагло выбегал из кадра. Настемпный материал фильмовый учинаще, а мешканцы дали джинкуе Путинове. Фактом есть, что видео застало первотне опубликовано на официальной строне Кремля, который на степне застало с ней усуненто, изменено и поновье опубликовано. Круткомувианс вычинто фрагмент, которого Кремль одразу не зауважил. Второй этаж, у них первый этаж. Нравится? Да, конечно, очень. Современно. Все хорошо. Я просто не жал. Спасибо вам. Смитите. Адам у нас, кстати, у меня через 15... Я как объета сдолу в Икшичич здание. Это все неправда, это все на показ. Забачьте, я к нервово заховующе вице-премьер. Я просто не жал. Спасибо вам. Смитите. Адам у нас, кстати, у меня через 15 дней. Спасибо вам за победу. Вам держать, за его здоровье. Да, мы только волны за вас. Мы за вас молимся. Мы дождались. Очень. Здравствуйте. Здравствуйте. Нравится? Нравится? Очень. Очень. Это маленький кусочек рая сейчас у нас здесь. Это маленький кусочек рая. Будем расширять. Будем. Можете пройти посмотреть, если желание. Продолжение следует. У нас здесь. Здравствуйте. 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 Жена. Неожиданно. Нет, он. Смотрели. Ага. Как вам видеть? Да, мам. Устроились? Пройдите. Вот кухня. Это все покупали. Голые стены были. Только газовая печка, вернее, электропечка и все. Это все вот. Ну что? И сколько здесь комнат у нас? Три. Три? Да было три, и далее три. Не будем успокоить. Извините, пожалуйста, что так нужно. Спасибо, что зашли. Ото выповедzie женщника президента России Дмитрия Пескова. В Мариуполу вообще не было оршаку, а Путин przestrzегал всех преписов руху дорогового в городе. Вычезка Путина до Мариупола не была планирована, подобно как порушание себя по городу. Выjazд Путина до мешкацев Мариупола не был wcześniej приготовленный, был спонтаничный. Круто говоря, все это снова гласство. Только Россия не с хорошими, все другие люди с плохими. Жрештон кронжа вели плотек, же то не правдивый Путин поехал до Мариуполя. Худ и тваж сон збыт ружны. Дзянкую барду за обижение тего фильмику. Дзянкую барду за субскрупции на Патронайт. И доведзэнэ вшистким. Редактор субтитров А.Семкин